Антитабачный закон А цены на них продолжают непрерывно расти На пачках размещают пугающие фотографии Вейпы электронной сигареты приравняли к обычным Чтобы число курильщиков сократилось, принимаются все возможные меры И оно сокращается, но очень медленно Тем, кто однажды начал курить, бросить совсем непросто Зависимость – это не блажь и неблавство, а настоящая болезнь Если мы посмотрим на курение, то это привычка или зависимость, которая имеет две составляющие Психологическая и физическая Физическая – это та зависимость от никотина, которая возникает очень быстро И она проявляется именно в том, что у человека возникает потребность курить Не меньше самих курильщиков страдают и окружающие Ученые давно доказали вред пассивного курения Даже несмотря на все запреты и ограничения Все еще довольно часто можно увидеть людей, курящих у входов в торговые центры, в парках и на автобусных остановках Имеет смысл защищать некурящих Вот это имеет смысл Ограничивать курящих При этом это происходит автоматически, но это происходит не методом борьбы с ними А защита некурящего населения Детей обязательно И всех граждан, которые имеют право дышать более или менее свежим воздухом Несколько лет назад у молодежи большой популярностью стали пользоваться вейпы Производители убеждают нас, что пар, выпускаемый этими устройствами, безвреден для окружающих А курящим вейп помогает избавиться от зависимости С одной стороны, это действительно менее вредно Потому что, если мы берем сигарету, то в ней порядка 4 или 5 тысяч видов вредных веществ А в этих парогенераторах из вредных веществ фактически никотин, ну может какие-нибудь ароматизаторы Суть болезни не меняется Я все равно завишу от этой привычки Завишу от необходимости получить дозу никотина и изменить свое сознание Напоминаем, что зависимость – это поведение, меняющее наше сознание Если вы решили бросить курить, но понимаете, что не сможете сделать это самостоятельно Не стесняйтесь обращаться к специалистам Физиологическую и психологическую потребность в никотине побороть не так просто Во-первых, подсознательная тяга к курению будет продолжаться И это важно знать И здесь нужно очень четко вырабатывать механизмы поддержки себя Не бороться с чем-то, я еще раз про борьбу А про то, чтобы поддерживать, именно защищать себя, защищать свою здоровую часть Во-вторых, важно понимать, что одна затяжка обычно, а человек возвращается туда, где был сколько-то лет назад Или месяцев, или дней, или часов, или минут Не важно Попадание дозы никотина в организм, оно стимулирует возобновление всего того, что было Даже если с первого раза не получится бросить вредную привычку Не отчаивайтесь и не опускайте руки Всегда напоминайте себе, что это не только полезно для здоровья, но и выгодно Посчитайте, сколько вы тратите на сигареты в месяц, в год И представьте, что бы вы могли купить на эти деньги Не будь у вас никотиновой зависимости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова